С наступлением зимы передвижение рязанцев по городу стало весьма затруднительным. В зависимости от погоды горожанам приходится либо скользить по тротуарам, либо перебираться через снежные завалы. К подобной ситуации во дворах и на периферийных улицах многие уже привыкли. Но на сегодняшний день даже на территории Рязанского Кремля, который является главной достопримечательностью города, прогуляться с комфортом вряд ли удастся. Сам видите, что не очень комфортно. Конечно, не комфортно. Вот где? Сейчас трясется вся в коляске. Ничего не комфортного. Все грязно, все плохо. Вот там еще более-менее, но здесь ужасно. Вот второй день гуляем, здесь вот чуть-чуть почистили, наверное, квадратный метр, и все. Это ужасно. И не только по территории Кремля, а вообще по территории города. Потому что нету чищенных улиц, нету чищенных тротуаров. Дороги тоже не чищены, ездить на автомобилях тоже тяжело. Если какие-то вопросы к власти задавать по этому поводу, то, может, хватит пиариться любимого, а начать работать. Страдают не только жители Рязани, но и гости города. А тем, кто работает в туристической отрасли, элементарно стыдно водить туристов по таким достопримечательностям. Не только люди, которые занимаются непосредственно туризмом, должны как-то вкладываться в это, но и те люди, которые отвечают за облик города. Потому что туристы приезжают, прежде всего, не к кому-то конкретно, а приезжают в город. И что они видят? Они видят нечищенные дороги, скользкие, где можно просто банально упасть, сломать ногу. Как приглашать туристов к нам сюда, если даже дорога к Кремлю у нас обледеневшая? Руководитель проекта «Рязань туристическая» Ксения Поначева посетила с небольшой инспекцией территорию Кремля в прошлые выходные, когда город заливало дождем и горожане буквально тонули в ледяной каше. Прошло несколько дней, ситуация изменилась, но значительного облегчения это не принесло. Кое-что почищено частично, посыпано песком тоже частично, но проблему это на самом деле не решает. То есть это, в общем, такое бесполезное занятие, потому что снег надо было убирать тогда, когда он только выпал, когда он еще не замерз и не превратился в эту ледяную корку, которую сейчас, конечно, очень трудно очистить, я прекрасно понимаю. Еще одна проблема в том, что даже если снег чистят, его не вывозят с территории Кремля, а сгребают вот в такие малоэстетичные кучи. Ответы на вопрос, кто ответственный за уборку участка от площади Соборной до Глебова моста, нам найти не удалось. В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике нам сказали, что данную территорию должен убирать город. В администрации Рязани утверждают, что за это ответственна епархия, ну а в епархии говорят, что уборка всей территории Кремля все-таки обязанность музея. Круг замкнулся. Ну а в ночь на четверг Рязань буквально засыпалась снегом. Мы еще раз посетили Рязанский Кремль, убедились в том, что центральные дороги все-таки почистили, при этом засыпав снегом стоящие вдоль дорожек скамейки. Кстати, уборка этой территории не единственная проблема. С освещением здесь тоже не все ладно. Но, например, памятник Сергею Есенину найти в темноте весьма сложно, так как он не подсвечивается. Ну что ж, остается попросить туристов приезжать в Рязань в более подходящее время года, когда нет снега и световой день позволяет рассмотреть все достопримечательности города.